До празднования Дня Победы осталось всего несколько недель. Скоро начнутся репетиции парадов. 9 мая на Кубани уже присоединились к всероссийской акции вахта памяти, где историю собирает буквально по крупицам. В крае традиционно будут раздавать георгиевские ленты. Их уже подготовили 700 тысяч штук. Но губернатор напоминает, приближающийся праздник должен чувствоваться во всех городах и станицах. День Победы не должен быть формальным. Насколько будет этот праздник настоящим, зависит только от нас. Насколько мы организуем ветеранов, которым, конечно, может быть уже сложно передвигаться. Но это их праздник. Если есть возможность, чтобы они приняли участие в этом празднике, мы должны делать все возможное. Очень внимательно относитесь к ветеранам. Потому что я не раз слышал уже от ветеранов, когда очень модно, там где реклама, портреты ветеранов делают. И это вроде как красиво. Но проходит всего неделя, и потом эти портреты сдирают, и опять появляется реклама. И они как-то чувствуют себя, знаете, такими экспонатами, что ли, для украшения праздника. Украсили, содрали, и опять там реклама. Либо уже сделаете как доска почета, что-то такое, чтобы они уже, если уж туда их подрузили, как говорится, эти фотографии, тогда уж уже там они и находятся. Серьезную роль в сохранении памяти играют мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Очень важно бережно относиться к реставрации и восстановлению таких памятников, отметил глава региона. Но есть примеры, когда реконструкция обернулась вредительством. Например, монумент воинам-освободителям в хуторе Прорвенском Славянского района. По словам местных, мемориал превратили в руины. Жители забили тревогу еще в 2018 году, когда увидели, что путь к 9-метровому монументу огорожен забором. Здесь захоронено почти 200 останков советских солдат. Для многих это очень личное место поклонения. Жители Прорвенского обращались за помощью к губернатору. На заседании Оргкомитета Победы Вениамин Кондратьев поинтересовался у главы Славянского района, в каком состоянии памятник находится сегодня. Коллеги, что еще касается реконструкции, мы сейчас порой и увлекаемся этой реконструкцией, порой ветераны жалуются, что так реконструируем, что порой не узнать либо памятник, либо что-то с вечным огнем сделаем. Вот такая реконструкция не нужна. В первую очередь, когда начинаете реконструировать, вы спросите у ветеранов, у совета ветеранов, насколько нужна реконструкция в том виде, в каком вы хотите ее сделать. Здесь и Славянский район начали реконструировать, разрушили памятник воинам-освободителям. До сих пор его нет. А что с этим памятником? Исходя из тех жалоб, которые сейчас, обращение идут в мой адрес. Это в хуторе Прорвинский хутор, да. Идет реконструкция памятника. Коллеги, а сколько она идет? В стадии замесления, вот часть работы уже выполнена на сегодняшний день. Закончим все работы 25 апреля. Главное, чтобы вы успели, и ветераны принесли цветы, да и все. Об этом хуторе все-таки к памятнику воинам-освободителям. Это самое главное. Памятники – это место поклонения, по вашему счету, не от праздника к празднику. А это гордость, еще с подчеркиваю, всего нашего народа. Заострить внимание нужно и на поддержке ветеранов, которых с каждым годом становится меньше. Глава региона напоминает, о них нужно заботиться не только от праздника к празднику. Это каждодневная работа. За 10 лет в Краснодарском крае деньги на улучшение жилищных условий получили почти 6 тысяч человек. С начала этого года уже 10. Сегодня на заседании Оргкомитета губернатор поручил обновить устаревший автопарк Краевого совета ветеранов. Там заменят 58 машин. Отдельно на совещании остановились на вопросах грантовой поддержки. Алексей Копайгородский рассказал, что только за прошлый год на эти цели было направлено 100 миллионов рублей. Работа с ветеранами в приоритете для нас. Она проводилась весь год. За всеми ветеранами закреплены школьные классы, волонтеры, социальные работники и сотрудники муниципальных образований. Мы знаем и видим, что каждый глава на особом контроле держит этот вопрос и с особым вниманием заботится о ветеранах. Накануне Дня Победы нужно еще раз организовать посещение ветеранов и привлекать к этому молодежь. Сегодня в крае проживает 2759 ветеранов Великой Отечественной войны и 625 из них инвалиды. О мере к социальной поддержке губернатору докладывает Анна Менькова. Чтобы быстро и качественно оказывать помощь маломобильным группам, сегодня необходимы новые подходы. Особым пациентам соцработники привозят лекарства на дом. А для тех, кто нуждается в стационарном лечении, в районах и городских больницах подготовлены специальные палаты более чем на 800 коек. Конечно, мы понимаем, что ветераны сегодня живут в конкретных абсолютно городах и районах. Их надо знать, навещать, помогать. И такую задачу должны ставить перед собой абсолютно все главы муниципальных образований. На заседании оргкомитета также стало известно, что Крымск и Темрюк получат статус городов воинской доблести. В прошлом году по инициативе губернатора депутатами ЗСК принято решение о присвоении городам и станицам и рубежам почетных званий. По мнению главы региона, к этому процессу надо подходить со всей ответственностью, в том числе заручившись поддержкой историков и краеведов, а главное – свидетелей войны – ветеранов. Мы в прошлом году при поддержке Александра Бурлачко, целом депутатского корпуса, приняли решение присваивать в крае нашим населенным пунктам почетные звания. Здесь мы тоже должны активизироваться. Коллеги, подходите объективно, с учетом мнения ветеранов, еще раз подчеркиваю, ветераны здесь главные, которые должны определить, на самом деле достойно быть станицей воинской доблести, либо город, достойно быть городом воинской доблести. Все необходимые документы направлены в законодательное собрание края. Теперь слово за депутатским корпусом. Жители Крымска и Темрюка надеются, что их города встретят День Победы уже в новом статусе. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Алексей Комаров и Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова